У нас есть возможность принять к себе гостя, но опять же исключительно по видеосвязи. С нами на связи директор Верхореченского дома культуры Дмитрий Герасимов. Дмитрий, добрый день. Доброе утро. Как у вас дела? Как вы самоизолируетесь? Как настроение? Настроение, как всегда, позитивное. Самоизолируемся, как и все. Скучно, конечно, без работы, но и дома дел хватает. Работа не дает скучать. Также новые проекты мы там придумали. «Голоса большой страны» в интернете мы проводим. Готовимся к конкурсам. Центр народного творчества проводит много республиканских конкурсов. Приходится тратить много времени на изучение репертуара и так далее. Вот, по поводу того, что запустили проект «Голоса большой страны», что за проект? А это интернет. Интернет-проект. Все проходит в режиме онлайн. Принять участие может абсолютно любой человек, умеющий петь. Мы называем его честным проектом, потому что никакого подвоха нет. Все, как оно есть. Музыку дали, песня пошла, поется, люди смотрят, лайкают. Все в режиме онлайн. Слушайте, ну красота просто. А может быть, вы сейчас нам музыку дадите, песня споется? Ну, музыки не дам, я вам акапельно могу что-то исполнить. Вот в преддверии праздника, вот День Победы, скорость, 65 лет, величайшая такая дата, я хотел бы исполнить песню наших бакчисарайских таких талантов, поэта Юрия Рачева, композитора Энвера Эмирова. Песня называется «Русские солдаты». Давайте послушаем вас тогда. Не всех война живыми нам вернула, Мужчины встать равнение на честь. Она солдату трусость не простила, И марш играла в жилах его месть. Где-то убийцам смерть она кричала, А он шагал, неся свой тяжкий крест От подвига до вечности начала Россию не сломить, Россию не сломить, Пока живые есть. Солдаты, русские солдаты, Вы жизни отдали за нас Последний бой, идя когда-то, Ура! Кричали в смертный час, На обелисках реют даты, Солдаты, русские солдаты. Дмитрий, спасибо вам огромное! Вы такую красивую песню выбрали. Спасибо большое, Дмитрий. А вообще по поводу подготовки. Ранее уже сказал, что немало конкурсов предстоит. Нужно готовиться. Репертуар, соответственно, посвященный Великой Победе, Или не только? Такие конкурсы сейчас предстоят. В основном Великой Победе, конечно. Пусть память говорит. Великие сороковые – это замечательная тема. И петь всегда на такие темы очень приятно. И гордо, гордо. Абсолютно согласны. Спасибо большое за то, Что в это утреннее время подарили творчество нам и телезрителям. Хорошего дня. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...